Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. Меня спрашивали, куда я пропала, почему не снимаю косметички. Дело в том, что неделю я лежала в больнице, мне делали операцию, и потом неделю, можно так сказать, восстанавливалась. И в больницу я косметику практически не брала, только на день выписки. И всю неделю, соответственно, в больнице использовала только уходовую косметику. Но потом, когда вышла из больницы, всю неделю красилась, но сил на съемку, к сожалению, не было. И поэтому вот я на какое-то время, можно сказать, пропала. Сейчас я еще все продолжаю восстанавливаться, но решила все-таки показать, чем я буду пользоваться. И давайте, как всегда, начнем мы с праймеров и тональных кремов. Продолжаю использовать спрей-фиксатор от Catrice из лимитированной коллекции. Увлажняющий праймер от Revolution. Его там осталось совсем немного. Также консилер от Evelyn потихонечку заканчивается. Тональный крем от NYX. Сыворотка от Faberlic у меня закончилась. И крема от NYX на самом деле тоже, ну вот так, по ощущениям, там осталось немного. Поэтому я также беру тональный крем Ballet. Давайте покажу поближе информацию. Выравнивающий тональный крем с витамином Е. У меня в номере 01 натуральный. Покажу сейчас вам оттенок. Залезла я в свои запасы с тональными кремами. И оказалось, что у меня всего в запасах 5 тональных кремов. Ну, для кого-то, конечно, это может показаться очень-очень много. Но у меня тональные кремы расходуются быстро. И для меня это небольшое количество. Пудру продолжаю использовать от Wet n Wild. Она имеет подсвечивающий эффект. Поэтому я уже не раз говорила, что использую ее на все лицо, кроме Т-зоны. Но чаще я, конечно, использую матирующие пудры. И у меня это пудра от Reluie. Вот так она выглядит. И буду ей пользоваться. Дальше мы с вами перейдем к румянам и хайлайтерам. Вернее, сначала я вам покажу. Беру я на эту неделю метеориты от Guerlain из лимитированной коллекции. Из основной коллекции я также продолжаю использовать. Если вы помните, они у меня в Project Pen. И я всем Project Pen потихонечку пользуюсь. Ну, не показываю, чтобы, знаете, как раньше времени не было никаких спойлеров. На самом деле, пока лежала в больнице по косметике, очень соскучилась. Меня спрашивали, почему я в больнице не красилась. Но дело в том, что после операции мне вообще сутки вставать было нельзя. И потом тоже было такое состояние, что по большей степени я лежала. Чувствовала себя не очень хорошо, несмотря на то, что кололи обезболивающие уколы. И на самом деле, ну, в больнице был очень хороший уход. Персонал, врачи, конечно. В самой больнице я осталась очень довольна. Но, то есть, мне было не до макияжа. Дальше покажу. Беру я хайлайтер от Catrice из лимитированной коллекции. Так, он у нас идет в номере 02. Они были представлены в двух оттенках. Такой красивый оттенок. Я надеюсь, что вам видно. Дело в том, что снимаю я стоя. В непривычном для себя личном ракурсе. Просто пока идет восстановление после операции, приходится в не очень удобных для себя условиях восстанавливаться. Но я надеюсь, что все-таки все видно будет. Также беру хайлайтер от Essence из лимитированной коллекции. Его использую, ну, впрочем, как и другие хайлайтеры. Не только как хайлайтеры, но и как тени. На прошедшей неделе сейчас вам покажу, чем я пользовалась. И, конечно, по большей степени я использовала косметику, которую я отношу к косметике-добивашкам. И использовала люксовый Project Pen в том числе от Essence из лимитированной коллекции. Беру я, это у нас что-то вот вроде блашлайтера, то есть хайлайтер и румяна одновременно. Такой симпатичный тоже оттенок. Беру свои новиночки румяна от Max Factor. Я с ними уже ходила, и мне они понравились. Меня, конечно, удивляет небольшой объем. Меньше двух грамм в этих румянах. Но, с другой стороны, когда коллекция большая, то, наверное, это даже хорошо, когда в средствах не очень большой объем. И беру румяна от Pastel марки. Это турецкий бренд. Я с этими румянами тоже уже ходила. Очень понравился оттенок. Единственное, при наборе они пылят. Такой нежный-нежный оттенок. Ну вот, только касайтесь кистью и пылят они. Не страшно. Сами румяна мне понравились. Для лица это все, что я выбрала. Для бровей и туши для ресниц не показываю. Там у меня абсолютно ничего нового. Мы с вами перейдем сразу к теням. База по теням у меня по-прежнему от Essence. Здесь ее не видно. На самом деле уже осталось, мне кажется, половинка. Может, даже чуть меньше. И что касается теней. Из новинок своих на неделе я использовала палетку от Influence Beauty. Такая здесь информация. И что я хочу сказать. Палетка мне понравилась. При наборе у меня тени немного пылили. Но вы знаете, очень быстро я с ее помощью сделала макияж. И что мне понравилось, что она самостоятельная. То есть вот этим оттенком я фиксировала базу под тени. Вот этот оттенок у меня шел в складку века. Этим оттенком я затемняла край века. Вот этот оттенок у меня был нанесен на подвижное веко на все. И светленький оттенок я наносила в уголок глаза. У меня весь день тени держались. Ничего не потускнело, не скаталось. Я осталась довольна. И мне кажется, такой макияж получился, знаете, вот из серии на каждый день. И в офис можно, и на учебу куда-то. Такой неброский макияж, но при этом он придавал глазам, скажем так, наверное, большую выразительность. Так же, что я попробовала и осталась в восторге. Это однушка теней от Лимонии у меня в номере 01. Заказывала на рандеву. Я, знаете, читала отзывы, что у кого-то эти тени скатываются вот спустя несколько часов. Я хочу сказать, что, вы знаете, как я делала? У меня был сделан макияж вот как бы, ну, такой простой в коричнево-золотистой гамме. Я использовала палетку, две, вернее, палетки своей шоколадки коричневую-розовую, которые у меня к палеткам-добивашкам относятся. Наверное, вот так проходила несколько часов с таким макияжем. И потом решила, что хочу потестировать вот эту однушку. Набрала на палец и нанесла сверху на подвижное веко, вот на готовый макияж. И хочу сказать, что ходила я с этим макияжем до позднего вечера, то есть достаточно, ну, длительное время, практически целый день. Ну, если учесть, что утренний макияж я делала, ну, где-то, наверное, до 7 утра, а вот эту однушечку добавила, наверное, было 12 часов дня где-то так. И вот до позднего вечера, пока я не умылась, я ходила, у меня они никуда не скатались, не потускнели. Вот, знаете, как нанесла, так и держались. И это действительно просто великолепный дуахром. Это даже не видно на свотче, не видно, когда вы набираете на пальцы. Я даже пыталась сделать фотографию, чтобы в Телеграм показать, но тоже на фотографии не было заметно, как при любом повороте головы, вот, знаете, действительно из розового в золотой переходит оттенок. Как будто происходит какая-то магия. Как будто на вас то один оттенок теней, то другой. При этом это все так красиво смотрелось. Просто замечательно. Я осталась в полном восторге от этих теней. Нет, на свотче, конечно, так не передается, как это было видно на глазах. Возможно, они еще так красиво раскрылись, что вот уже была у меня, ну, скажем так, подложка, да, из основного макияжа. Но это смотрелось просто великолепно на самом деле. Что я беру из того, что я еще не пробовала, это тоже мои новинки, палетка от Революшн. Решила, что хочу и с такими оттенками на неделю макияж попробовать делать. Вот этот оттенок как будто хлопьями немножко. Видите, как это рассыпается. Я уже не раз говорила, что я всегда сначала делаю макияж глаз, потом, если все, что в процессе макияжа осыпалось, я стираю мицелляркой, потом все лицо протираю тоником и потом уже делаю макияж лица. Поэтому я в целом, ну, не отношу, наверное, к какой-то проблеме, если как-то тени вот сильно пылят, осыпаются. Мне главное, чтобы у меня не было никакого раздражения, чтобы мне нравился сам макияж. И чтобы вот в течение дня не было никакого, вернее, в течение времени, пока я хожу с макияжем у меня, чтобы не было никакого дискомфорта, чтобы ничего не скатывалось, под глаза не переползало, не осыпалось. Чтобы я была уверена, что макияж весь день так красиво и продержится. Не знаю, мне кажется, у меня такое строение глаза, что ли, что на мне даже яркие макияжи, вот прям какими-то чересчур яркими, броскими не смотрятся. Если я прямо смотрю у меня, иногда кажется вообще незаметно, что я тенями накрашена. Ну, я прям до бровей не крашу, тени вот так прям до бровей не наношу. Ну вот, и не знаю, мне как-то с любыми оттенками нравится, как получаются макияжи. А беру я еще вот такую малютку от Revolution. Это у нас называется палеточка Cherry. Такая здесь информация. Так, сейчас я чем-нибудь закрою зеркало, мы с вами посмотрим. Так. Конечно, надо было стереть предыдущие. Рука не дотягивается. Предыдущие сводчи надо было стереть. Ну ладно. Сейчас мы с вами тень посмотрим, и я уже все лишнее с руки сотру. Так. Не могу так растянуться. Я уже прям вплотную чуть ли не со штативом обнимаюсь. Так. Вот. Ну я надеюсь, что все-таки видно, какие я оттенки выбрала. Вот так покажу. Вот. Все-таки, особенно вот в больнице понимаешь, что здоровье превыше всего. Что, знаете, не надо откладывать на потом и решение каких-то вопросов по здоровью, да, если они у вас есть. И что, конечно, здоровье – это самое главное. И мы с вами посмотрим, что я для губ выбрала. Опять-таки, не буду показывать, чем я сейчас, ну, скажем так, более активно пользуюсь из люксового Project Pen. Покажу, что я взяла дополнительно. Покажу, что я взяла дополнительно. Это у меня помада от Кебест. Тут с одной стороны помада, с другой стороны карандаш. Не знаю, продается ли сейчас эта марка со мной в свое время этот бренд сотрудничал. Предлагал мне, ну, у них на сайте выбрать определенное количество продукции, которые меня заинтересуют. Ну, так как было это давно, то я не знаю сейчас, как представлены они или нет. Это на Алиэкспресс я заказывала, у них как свой там магазин был. Ну, хочу сказать, что, вы знаете, мне эта косметика понравилась. Вот что я от них использовала, я осталась действительно довольна. То есть, не могу сказать, что, знаете, прям вот какое-то чудо, но действительно хорошая косметика для макияжей. Также я беру помаду от Релуи. У меня, наконец, закончилась в другом номере помада из этой линейки в номере 10. Это вторая в номере 13. Я одну помаду в свое время сама заказывала, вторую мне Олечка дарила. И я заметила, сейчас она не видна, потому что я ей пользовалась, что, знаете, она, ну, вот впечатление, как и та помада, что частично куда-то там, ну, я не знаю, что, испарилась, куда-то делась. Вот, смотрите, видите? Я ей, конечно, пользовалась, я ничего не хочу сказать, и помада это у меня не один год уже. Может, мне просто кажется, что я недостаточно много пользовалась, чтобы вот так ее уж и сразу израсходовать. Потому что, ну, все равно тут же не по килограмму в каждой помаде свотч показываешь, и макияж делаешь. Может, это и я столько использовала. Но у меня все-таки подозрение, что что-то там вот, ну, или как-то может, хотя сказать, что она загустела, не похожа она на загустевшую. Ну, решила, что теперь буду на эту помаду тоже делать упор, пока, знаете, аромат приятный, на губах хорошо себя ведет. И решила, ну, ту я доиспользовала, возможно, и эту получится доиспользовать. Тем более оттенок подходит мне. Также я беру жидкую помаду от Эвелин. Ой, в номере она 06 идет. Такой красивый оттенок, мне подобные идут. Так, мне там, смотрю, к кольцу от ватного диска какая-то ниточка прицепилась. Беру блеск от Ardeco. Написано тут устойчиво, это блеск. Не знаю, на мне долго не держится. Вот, если я, например, с ним буду целый день ходить, то это мне вот каждый раз обновлять надо. Ну, и плюс я уже не раз говорила, если я собираюсь там пить, есть, я прихожу, я помаду стираю. Ну, блеск, помада, все, что у меня на губах. Пью или ем. Потом заново наношу. Ну, либо бальзам, либо, если я куда-то иду, помаду или блеск. Сейчас я ролик снимаю, у меня тоже на губах увлажняющая помада. В больнице у меня очень сохли губы, у меня никогда такого не было. Я там тоже все время бальзам для губ использовала. Мне кажется, у меня там даже, как это, губы чуть ли не корочкой стали покрываться. Вот как будто, знаете, пересушенная до нельзя кожа. Беру жидкую помаду от Essence из лимитированной коллекции. Тут так не видно. На самом деле тоже там больше на стеночках и на донышке осталось. И просто я ее уже хочу доиспользовать. Здесь изначально небольшой объем, 2,2 мл. Вот так вот, наверное, не видно. Но когда на свет лампы смотришь, вот как будто действительно осталось на донышке. И прям даже иногда, кажется, уже донышко просвечивает и на стеночках. Она яркая, сочная, красивая. Аромат приятный. Буду пользоваться. Ой, сейчас, девочки, дотянусь. Я просто когда на стол все расставляла, у меня штатив не стояло. Сейчас штатив поставила, через штатив тяжело тянуться к тому краю. Так, беру я, это у нас, по-моему, масло от Catrice. Да, масло для губ. Номер не показываю. Я покупала, когда их сняли с производства. Из корзины брала. Красивый оттенок. Губы на какое-то время немножко увлажняет. Буду использовать. И последнее, что я беру, это у нас помада от Maybelline. В номере 633. Для меня эта помада также практически под каждый макияж увлажняет на какое-то время. У меня она не расползается, не растекается. Я довольна. И в свое время это достаточно бюджетная линейка была. Вот такая у меня гамма получается. Все вам показала, рассказала. Надеюсь, все видно будет. Очень, на самом деле, соскучилась по вам, по всем. Огромное спасибо, кто не забывал меня, писал, спрашивал, куда я пропала. Писали мне добрые, теплые слова в телеграме. Мне было очень приятно. Вот в больнице, когда лежишь особенно, знаете, нужна вот какая-то иногда поддержка. И, конечно, я вам всем очень благодарна, что ждете, смотрите, пишете приятные комментарии. И буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.